Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да есть у меня знакомый один такой, с большими ушами и вопросов много глупых задаёт. Я, что ли? Да ещё и умён не по годам. А вот и Маруся. На чём мы остановились, друзья? О, Маруся уронил нам мост. Ну и задали же вы мне работки, ребята. Аж год меня брошили. А ты посиди здесь, отдохни. Да это я и без тебя, ушастый, знаю. Сейчас вот отдохну немного и к мамке сну я и пойду. Ждёт она меня. Ну-ну, отдыхай. И это спасибо тебе за мост. Ого, пожалуйста. Отдыхай, отдыхай, а потом к мамке иди. Надеюсь, мост крепкий и мы не провалимся. Да, Петька. Поэтому давай, Петька, это первый иди. А я подстрахуюсь, да, Василий Иванович? И так, новая локация. Где ты мы с тобой, Василий Иванович, оказались? Эй, привет, друзья. И так, Петька Василий Иванович, пять эпизод третий. Конец игры. Протято и не конец игры. Итак, кинокомпания Бука. Бука Энтертеймент. Совместно. С компанией. Сатурн. Плюс. Представляют. Так, загружаемся. Да, и поехали. Новая локация. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик, оставляем комментарии. А помнишь, Василий Иванович, как мы от белых в таком же вот колодце прятались? Да не было такого, Петька. Да было, было. У тебя еще тогда живот заболел. И ты как назло, так громко... Петька, еще одно слово. И я начну вспоминать, что с тобой было, когда ты огурцов грязных с чужого огорода натрескался. О, представляю. А может, мне все это приснилось? Во-во, приснилось. И все равно весело тогда было. А главное, эхо-то какое было. Сейчас уж такого, наверное, не будет. Э-э-эй, лови гранату. Не надо гранату, братва. Ого, там кто-то сидит. Ой, кто здесь? Выручай, братва, пропадай я здесь, застрял. Товарищ комдив, там человек застрял. Да я слышу, Петька. Что же, жалко товарища. Вытаскивать его надо как-то. А как? Как-нибудь, Петька. Как-нибудь. У нас все как-нибудь. Так, берем цепь. Цепляем ее к шару. Берем шар. А что, если нам этого водолаза из колодца на шаре поднять? Как думаешь, Василий Иванович? Неплохая идея, Петр. Давай, действуй. Эй, водолаз, лови веревку. Вот вообще-то цепь, а не веревка. Опа. Ну, братва, спасибо, выручили. Думал, подохнул. Никто и не узнает, куда пропал местный пиротехник и фейерверкер Зазуля. Зазуля. Так ты, Зазуля, значит, фейерверкер собственной персоной. А в колодец-то зачем полез фейерверкер? Водички и попить захотелось? Если бы, я вам сейчас все расскажу. Дело было так. Надоело мне это гадюкино. Хуже некуда. Пьянь да грабеж везде и больше ничего. Решил уйти, куда глаза гадят. Но странное дело, как не кружил, выхода не нашел. Как? И ты не нашел? Не я один. У кого не спрашивал, никто выйти отсюда не может. Ну, другие-то ладно, смирились. А я не такой. Я своего добиваться привык. Ага, не такой-то не такой. И решили тогда землю взрывать в разных местах, чтобы, значит, выехать хоть какой-нибудь отыскать. Бесполезно. Что я только не взрывал. И тут меня идея одна посетила. А что, если устроить взрыв на глубине? Может, какой подземный ход обнаружится? И ничего лучше, как залезть в колодец, ты, конечно, не придумал. То-то и дело, что колодец – самое глубокое место в Гадюкино. А как выяснилось позже, еще и самое холодное. Бррр. Но это к делу не относится. Полез я, значит, в колодец. А журавль вот этот возьми-то и обловись. Так я там и остался. И сидел бы по сей час, если б не мы. Вот именно. Спасибо вам огромное. Теперь я ваш должник на всю жизнь. Если чего по моей части понадобится, обращайтесь. Все сделаю в лучшем виде. Обязательно обратимся. А мог бы ты, фейерверкер, замок нам один взорвать? Замок? Да нет, ничего проще. Я, конечно, в таких мелочах не специализируюсь. Но для вас так и быть. Говорите, где замок? Ты Глотова знаешь? Это который самогонщик? Конечно, знаю. Так вот на его амбаре замок носит, который открыть невозможно. Над ним и надо немного потрудиться. Сделаешь? Да без проблем. Вы идите. А я сейчас отогреюсь маленько, да тоже приду. Молодец. Так, ладно. Пошли дальше. С этим поговорили. Так, а как здесь? А где, где, где тут ходить? Блин. Что такое? Тут какие-то скрелочки. Не, нам сюда не надо. Надо назад. Давай. Так, где, где, где? Что? Как тут передвигаться? Ё-моё. Новая локация. Блин. Ну что же это такое? Подпишитесь, друзья. Оставьте колокольчики. Да что мы опять вернулись сюда? Так. Ну. Ну. Так, может здесь пройти надо просто? Ну-ка, подожди. Давай-ка пройдём. Хей. О. Холодец. О, коза, которая мекает. Поговорим? Что-то мальчонка грустная сидит, Петька. Пойдём узнаем. Может, ему помощь нужна? Эй, парень. Что нос повесил? Случилось чего? Случилось, дяденька. Козу я потерял Марфу. Так вот же коза. Так это я её сначала потерял утром. А теперь вот уже... Хэ, нашёл. А грустишь тогда чего? Да как же не грустить, дяденька. Этот скотин колокольчик свой потерял. У-у-у-у. Овца. Ну, так это ничего страшного. Главное, что сама нашлась. Это вам ничего страшного. А меня теперь хозяин за этот колокольчик розгами высечет. Розгами? За колокольчик. Двадцать ударов по спине и десять по пяткам. Жестокое время. Да, хорошенькое дело. Дитя ни за что, ни про что розгами. Как говоришь, тебя зовут? Гриня. Ты вот что, Гриня, домой пока не ходи. Мы с дядей Петей что-нибудь придумаем. Хорошо? Ладно. Василий Иванович, а кто такой дядя Петя? Да есть у меня знаки один такой. С большими ушами и вопросов много глупых задаёт. Я что ли? Да ещё и умён не по годам. Ага. Так, ладно. Пошли. Пошли, пошли. Пошли к амбару. Куда Зазуля пошёл? Глотову будем помогать. Ну так, всем поможем. А нам что-нибудь кто-нибудь поможет? Ну, помогает иногда. Пошли дальше. Вот вам и Зазуля. И Глотов. За голову держится. А как? Ща, ща, ща. Погодите немного. Скоро вы такое увидите. А взрыв сильный будет? Может, нам лучше уйти пока, а? Да нет, что вы. Взрыва вообще не будет. Замок просто расколется на две половинки и всё. Что-то мне, Петька, не нравится всё это. Пошли-ка лучше отсюда по добру, по здорову. Пошли. Не дай бог. И Глотов убежал. Разве же от одной шашки может быть взрыв? От одной шашки ничего не будет. Ого! Ничего не будет. И замка нету. И Зазуля нету. Да, Петька. Хорошо, что мы с тобой отсюда смылись. А то бы нас этот пиротехник... Кстати, а где он? Точно не знаю, товарищ комдив. Но, судя по взрыву, очень далеко. Ну шо ж, Зазуля искупил своё бандитское прошлое перед революцией. Отныне он герой. Ну шо, Петька, пойдём что ли? Глотова проведаем. А то у неё там золото уже залежалось под ней. Наверное, залежалось. А-а-а, у него тут мучается, стрелки он прям. Ну ещё раз. Мы с Петькой к тебе за обещанным золотом. Да погодите вы, золото, золото. Тут вон что. А вы, золото. А чё тут? Да вентиль открутить не могу никак. Ой, бежётся. Сейчас взорвётся всё. Опять взорвётся. Ты что-нибудь новое придумай. Ой, теперь точно взорвётся. Если вентиль не открутить. Ай, бесполезно. Кипяток, что же делать-то? Сухари сушить, что делать? Надо этот вентиль чем-то отвернуть. Думай, Петька, думай. Ты на что осеникаешь? Шатку куплёв. Чтоб мы с Петькой опять тебе помогли. Ну, пожалуйста. Ну, чё вам стоит? Ну, не запрос же так. За два пуда золота. Сдаётся мне, Петро, что нам с тобой и тут ему помогать придётся. Иначе золото он нам не отдаст. А всем нам придётся помогать. А, товарищ Камгив? Нет, Петька, не нужно. Золото нам всегда пригодится. Золото это да. Василий Иванович, может, ключом попробуем? Ключом? Можно и ключом. Только пусть Глотов сам пробует. Чё Глотов? Чё пробует? Да вот, ключ у нас есть разводной. Можно им открутить твой вентиль. Ты же раньше молчали. Давайте скорее. Ну-ка. О, получилось. Я ж был думал, что всё, конец мне пришёл. Спасибо вам. Выручили Глотова. Я к вам благодарен буду. Век нам не надо. Мы с Петькой столько не проживём. А вот от обещанного золота не откажемся. А, золото. Ну, конечно, заслужили ведь. Только у меня его нет. Как это нет? Как нет? Обещал. Спрятал я его от недобрых глаз подальше. На хуторе спрятал. На каком ещё? На таком хуторе? Вы только не горячитесь. Я вам сейчас всё расскажу. Придёте, значит, на хутор жеребец. Там банька стоит. У баньки сундук огромный, кованый. В том сундуке сортир лежит. Чего? На кой нам твой сортир сдался? Ты про золото рассказывай. Так я и рассказываю. Сортир лежит из чистого золота. Можете забирать. Теперь он ваш. Вы его честно заработали. Хе, хитро придумано. Золотой унитаз. Пари догадайся. Ладно, Глотов, в расчёте. Но учти, если обманул... Да шо вы, да не в жизнь. Ну, смотри. Так, бутылочку берём. Надо самогоночки набрать. Ну, Петька, наливай. Чё наливай? Чё наливай-то? Как чего? Самогон? Ты же обещал. Ах, самогон. Самогон наливай. Только немного, а то у меня каждый каплю на счету. Не боись, не разорим. Давай, Петька. Ого, а поменьше хорос не было? Хе, поменьше. Скажи спасибо, шо корыто не приволокли. Подписываемся, друзья. Жмём на колокольчик. Оставляем комментарии. Жмём лайки. Делимся с друзьями. Всё будет хорошо. И у вас, и у нас. Вам же не тяжело? Так, погнали дальше. Так, там чё-то Гриня про колокольчик говорил. А эти всё никак не могут нарадоваться. С мамкой. Маруся, с мамкой. Так. Ну что, надо вот эту Гринду как-то привзять. Ну. Взяли. Ну что же, поспали и будет подъём. Свистеть всех наверх. Открыть, кинстоны. Вот алкаши. Амба, братва. Топливо хаюк. Спокойно, братва. Топливо доставлено. Топливо на борт. Давай, Петька, бросай. Бросай. Бутыль. Ух ты. Поймал. Топливо погнало. Топливо погнало. Топливо погнало. Товарищ анархист, что здесь творится? А кто вы такие собственные, чтобы мне самому праху тут вопросы задавать, а? Это красный командир Василий Иваныч Чапаев. А я его ординарис, Пётр Исаев. А, большевики. Сами к нам в руки пожаловали. Эй, братва, на палубе стройсь. Работа есть. Сейчас расстрел учинять будем. Расстрел. Что, съел? Спит твоя братва. Так что расстрел откладывается. Эх, повезло вам на сей раз, словось большевистское. Спят мои матрочки, отдыхают. Это тебе повезло, что Василий Иваныч сегодня добрый. А то достал бы шашку и порубал всех подряд в морскую капусту. Ну-ну, не надо мне тут угрожать. Я вас не боюсь. Спрашивайте, что надо, и проваливайте. Да как, говоришь, тебя зовут? Как тебя зовут? Не зовут, а величают, товарищ прах. Я полномочный гадюкинский представитель народной повстанческой армии под командованием Батьки Филина. Знаем мы вашу армию. Портовые страсти, знойные девочки. На-на-на, попрошу без оскорблений. Я, между прочим, официальное лицо. А где же твой официальное лицо? Официальное лицо. Филин, то бишь? А вам это зачем? Ага, знаю. Убить хотите? Только ничего у вас не выйдет. Филина вы не найдете. А вот он вас найдет и расстреляет. Чех расстреляет. Какой ты? Ага. Патронов не хватит. Да что нам, борцам за справедливость, от тебя, анархиста, может быть, надо? А раз не надо ничего, проваливать отсюда. Воздух чище будет. А хотя нет. Айда лучше к нам, анархисты. Нам весь мир нипочем. Мы сами по себе. А батька Филин, он знаете какой? Он же за свободу для народа. Да он жизнь отдаст. Ну что, идете? Вы, анархисты, как ты выразился, сами по себе. Ну а мы с Петькой тоже сами по себе. Правда, Петро? Чистая. Ну и... Точно. Дураки вы от шикарной жизни отказываете... Ох, шикарно. Пенсии провести все время. Нам больше достанется. Так, не стыдно вам. Не стыдно вам вот так-то вот жизнь прожигать. А что такого? Ох, нормальное дело. Матросы отдыхают. Вот только скукотища здесь у вас в Гадюкино страшная. Гармошки нет. А без нее, родной, какое веселье. Мы же как привыкли. Эй, хрень, бабочка, да на тарелочке. А без гармошки, сами понимаете, на склянках яблочко не сыграет. Вот, Петька, в стране не пойми, что творится, а им все песни подавать. Ага, а еще кричат, что анархия, мать, порядка. Эх, Петька, червивое ихнее яблочко. Ладно. Дадим гармошку ему, что ли? Эй, ты как, гармонь не нужна? Гармонь? Конечно, нужна. Продайте. Любые деньги плачу. Правда, у меня денег нет. Да что у тебя есть? А вот хотя бы склянки возьмите, колокол той. И упродать можно. Цены ему нет. Золотой, что ли? Сам ты золотой. Это ж рында. Понимать надо. Рында, конечно. По рукам. Ладно, картифиста с рында. Рында в склянки отбивают. Знаете, какое дело? Их, теперь и яблочко можно сыграть, когда матрасы проснутся. Эх, Василий Иванович, все-таки жаль гармошку. А че ее жалеть, Петька? Все равно у нее меха порваны были. Дрянь, а не вещь. Ну, тогда не жаль. Так, загораем рынду. Забираем. Гармошка, конечно же, лучше. Но колокол тоже ничего. Конечно, ничего. Отвязывай, Петька. Погнали. Дальше. Так, ну что ж. Теперь у нас есть колокол. Колокольчик. Алло. Подписываемся, друзья. Вот мы прибрались к нашему Гриньке. Даем ему колокольчик. Вот тебе, Гриня, колокольчик. Не совсем, наверное, такой, как был у твоей Марфы. Но как зазвонит, так зазвонит с другого конца села услышишь. Ага. Ага. Это я от чистой души. Это я от чистой души. Возьмите, пожалуйста, ну вот хоть шляп мою. Она почти новая. Я её удармедошу на дубочку, когда твой минил. Возьмите. А шляпа нам нужна. Ну, ладно. Так и не сама шляпа. Ну да. Ещё раз огромное вам спасибо. Огромное. Огромное нам спасибо. Погнали. Так, теперь идём к Сыгану, к Яшке. Или не к самому Яшке. Где там у нас кибитка? Вот так вот. Уж да уже мне хвоздика на её панаме нравится, Петро. Как бы нам её заполучить? Даже и не мечтай, товарищ Камгит. Ну а ежели всё же попробовать? Да бесполезно. Попробуем, Сиарус. Ничего у тебя не выйдет. Бесполезно, говоришь? Ну, смотри, Петька, как это делается. И учись. У гражданка Грзлова. Чао? Это, конечно, не моё дело, но такие шляпки уже давно никто не носит. Могу приложить новую модель в последний писк моды. Отпад! Учись, боец! Красота! Да уж. Даже спасибо не сказала. Так. А шляпку? Так, что у нас тут? Снаряд. Так. Обратно возвращаемся в подвал. Тут всё осталось по-прежнему. И у нас ничего нету, да? Так я же говорю, шляпу забыли! Шляпку забыли! Это не шляпку саму, а гвоздику. А то завянет. Ну, глазичка нам понадобится. Для перехода на следующий уровень. Так. Так. В подвал. Ну. Никак зайти не можем уже. А эти всё спять. Подписываемся, жмём на колокольчики. Не забываем делиться с друзьями. И оставлять комментарии. За лайки тоже спасибо. Так. Ну что. Берём гвоздичку. И надо эту гвоздичку положить вот на ту картину. Как икону её обмотали. Роза Люксембург. Так. Ладно. Друзья, это мы сделаем в следующий раз. А то это вот так будет неинтересно. Так? Поэтому пока выходим из игры. И смотрите в следующей серии. Опа. Документики попрошу предъявить. Да красные мы красные. Да, не видно что ли. Ничего не знаю. Или бумаги мне показывают. Что они уже вырвались? Я стреляю вас как бандитских лазутчиков. Думаю, читаю до трёх. Раз. Да погоди ты. Будут тебе бумаги. Только обождать придётся немного. Жду полчаса и стреляю без предупреждения. Время пошло. Придётся, Петька, бумаги писать. Ясно тебе? Мне-то, конечно, ясно. Только хотелось бы узнать, чем и на чём. Будем использовать подручные средства, Петька. Как наши предки во времена засилья мамонтов. Во как!